Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода HD. Раньше я так всегда говорила. Приветствую вас на своем канале. Конечно же, многие меня спрашивают, как мы там, как мы здесь точнее. Мне сегодня позвонила моя подруга. Большой тебе привет, дорогая моя. Я была, кстати, очень рада, что, поговорив со мной, я почувствовала, что ей стало лучше. Ее жизнь непосредственно связана с Италией, и она, в общем-то, человек, который очень умен, который очень самореализован. Но сегодня в ее голосе я услышала панику, но она практически плакала. То есть я почувствовала это, потому что даже если ты не собираешься в ближайшее время сюда, то, в общем-то, какое-то такое нагнетание ситуации. На самом деле, скоро я выпущу опять же видео про информационный минимализм. Вы не представляете, дорогие зрители, как влияет на нас то, на что мы смотрим и что мы слушаем. Вот вся та информация, которая льется на нас, да откуда только не льется. Думайте столько. Она совершенно для нас бесполезна. Но все, что мы могли знать, мы уже знаем. Нужно сидеть дома, нужно мыть руки, нужно пить горячий чай, нужно не касаться руками, которые не были предварительно очищены нашего лица, нужно держаться на метр друг от друга, желательно на два, ну и так далее, и так далее. Сидеть дома, никуда не выходить. И все это мы уже знаем. Вся остальная информация, она для нас не просто бесполезна, мы ее применить не можем, эту информацию. Информация – это, прежде всего, сила, это знание. Но эту информацию, которую мы сейчас получаем, мы применить не можем. Но эта информация нам вредит, потому что я вот впервые сегодня почувствовала по человеку, что такое, когда ты в панике. Я могу сказать, что я вообще никак не чувствую, на моей жизни вообще никак не отразилось, кроме того, что, да, мои дети дома, ну, как будто бы каникулы на самом деле. Кроме того, что мы не ездим в Паду. Ну, в общем-то, не ездим и не ездим. Мы по-другому можем проводить наше время. У нас вблизи много мест, куда можно просто пешком либо на велосипедах доехать, прекрасно погулять. Прекрасная погода и так далее. Я, безусловно, переживаю за эту ситуацию. Но могу сказать, что вот это вот нагнетание, оно совершенно никому не пойдет, прежде всего, на пользу в плане эмоционального здоровья, от которого очень зависит наше физическое состояние, физическое состояние в том числе. Восьмого марта объявили, что мы не можем выехать из нашей провинции. И я увидела, когда я выезжала, опять же, по бюрократическим вопросам, я увидела, действительно, очень много полиции, например, у нас в городе. Ну, больше, чем обычно. И около одних карабинеров машины, но они не были чем-то заняты. Я остановилась, прямо-таки припарковалась рядом, не стала выходить и спросила их, а вот если я сейчас захочу поехать на море, дом находится в другой провинции, с детьми, я сказала, я бы хотела их вывезти из этого региона, я могу это сделать? Они так, улыбаясь на меня, посмотрели, сказали, ну, можете, но только вот напишите бумагу, что вы едете туда-то, туда-то, потому что у вас там дом, потому что вот вы хотите детей, вот как вы мне сказали, так вы, в общем-то, напишите. Скорее всего, вам подпишут разрешение на выезд, и вы с ним поедете дальше, то есть вы поедете туда, куда вам нужно. То есть прямо-таки той ситуации, которую пытаются представить СМИ, вот это вот сметание с полок, мне кажется, всех продуктов эту тему уже перестали, перестали обсасывать, по-другому не скажешь. Его не было, по крайней мере, в нашем регионе, который в итоге стал красной зоной, его не было, вот этого вот сметания с полок, риса, пасты, продуктов долгоиграющих, каких-то консервов, допустим, какой-то томатной пасты и так далее. То есть вот этого всего не было. И смогу сказать, что, в общем-то, жизнь продолжается, мамочки с детьми гуляют. Посмотрите на итальянцев, я засняла стрит-стайл, они, в общем-то, по их лицам не скажут, что они очень-очень озабочены, очень-очень напуганы. Я знаю, что очень многие могут написать, да вот они такие беззаботные, да вот так-то это. Я могу вам сказать, дорогие зрители, что я, в общем-то, совершенно точно вижу ситуацию вот таким образом. Изначально итальянское правительство дало своим гражданам то, что они хотели, некую иллюзию заботы. Мы закрыли школы, мы сделали... Кстати, Италия большая молодец. Вот на самом деле я уважаю Италию после вот этой ситуации, которая сложилась вот просто всем сердцем. Италия делала тампоны всем, кому только требовались они. И все, кто только хотел сделать, у кого были минимальные симптомы, показания, всем сделали. Сделала огромную дыру в бюджете, в бюджете, который сейчас итальянцы будут свои карманы, конечно же, покрывать. И могу сказать, что в итоге Италия отдала всем то, что они хотели. С одной стороны, вот эти вот поголовные анализы, которые привели к тому, что, во-первых, денег было огромное количество потрачено, но и мы остались здесь, в Италии, в изоляции. Теперь все, все наши соседи думают о нас плохо. Теперь все думают, что то, что распространяется по миру и по Европе, оно, в общем-то, не из Китая, а оно именно из Италии пришло. То есть Италия сама себя вот этой честной позицией делания мазков всем, кому только можно и по показаниям нужно было, в итоге поставила себя вот такую позицию изоляция. Теперь кто бы, у кого бы, что бы не обнаружили, это люди, которые побывали где-то здесь, в Италии, скорее всего, на севере Италии. А правда ли это, мы проверить сами никак не можем. Соответственно, это вот то, что я увидела. Но я увидела блестящий просто выход из этой ситуации Италии. Правительство Италии я аплодирую просто стоя. Италия объявила карантин по всей стране. По всей стране. Примерно через полгода, через год, когда вся ситуация уляжется, рассосется, а это неминуемо произойдет, Италия предъявит счет Евросоюзу и скажет, вот когда вы все паниковали и хотели, чтобы мы сделали так-то и так-то, мы сделали так-то и так-то. Мы закрыли одну зону, мы закрыли другую зону, потом мы страну объявили в карантине, мы не работали, дети в сады не ходили, дети не обучались. Это огромный подрыв нашей экономики, а это бесспорно так. Теперь, пожалуйста, выделяйте нам из общеевропейского бюджета вот эти суммы. Вот что происходит сейчас в Италии. От того, что Италия вся в карантине, нельзя быть уверенным, что это методы и способы продиктованы именно ситуацией, вызванной все знаем чем. Возможно, это более дальнозоркий прицел на то, как потом будут распределяться бюджеты в Евросоюзе, вот и все. Поэтому, в общем-то, дорогие зрители, могу сказать, я на самом деле каждый раз надеюсь, что это последнее мое видео, потому что такая скользкая тема, очень многие зрители со мной не согласны, очень многие зрители меня обвиняют в какой-то повальной безответственности в отношении вообще распространения подобной информации в отношении своей семьи, своих детей и так далее. Но, с другой стороны, YouTube, он, в общем-то, и славится тем, что да, каждый здесь волен высказать свою свободную позицию. Поэтому, в общем-то, моя позиция такова. И жизнь, которую я здесь вижу, это жизнь, это приход весны, птицы поют, и, в общем-то, все достаточно спокойно. Я считаю, что в этой ситуации, безусловно, нужно быть очень и очень осторожными. Но в этой ситуации сейчас очень и очень много политики, по крайней мере, в том, что касается Европы, совершенно точно. Кстати, сегодня вторник. Кстати, сегодня вторник и сегодня снова был рынок. Он был в полном составе. Там было такое же количество людей, которое примерно обычно. Держатся ли люди на расстоянии друг от друга? Признаться, да. Признаться, вчера я первый раз увидела ситуацию, когда другой человек был охвачен паникой. Я сказала, что я выезжала делать определенные документы. И я была в офисе, где было 4 работника. Трое работников, я их очень хорошо знаю, они были достаточно спокойны. А вот один работник, она в определенный момент вышла к нам всем, и очень на повышенных тонах, что это реакция вообще не свойственна, обращаясь к нам как к малолетним детям. Ну, мы все в очереди просто стояли, а где нам еще находиться? Она очень нервно объяснила нам на таком голосе, срывающемся на крике, я на самом деле за итальянцами такого не наблюдала ни разу, что все мы должны выйти, что должны стоять только 2 ближайших человека, что мы должны смотреть на табло с улицы через прозрачные двери. В принципе, в ее замечаниях было, безусловно, зерно разумности, но то, как она это сказала, для меня было совершенно четким свидетельством того, что она паникует. Она вынуждена делать эту работу, она вынуждена контактировать с людьми, и, безусловно, она боится того, чего боятся очень многие, и, соответственно, вот таким вот образом она была вынуждена себя повести. В тот момент, когда она ко всем к нам вышла, это уже было нечто наподобие вот такого срыва эмоционального, было почти 12 часов дня, то есть рабочий день начался 8.30, она, по всей видимости, уже устала обо всем этом думать, и вот это вот все вылилось вот в такую вот ситуацию. Люди, да, в принципе, на одном метре держатся друг от друга, но, признаться, я раньше не обращала внимания, на каком расстоянии они держатся друг от друга, поэтому, возможно, и раньше люди примерно на таком же расстоянии друг от друга стояли на рынке, все так же, как обычно. Безусловно, когда ты стоишь на рынке, там очень много людей, все стараются не нарушать пространство личностное друг друга, то есть связано это вот с этим, либо связано это просто с тем, что все люди культурные, тоже мне очень сложно сказать. Желаю всем своим зрителям хорошего настроения, хорошего самоощущения, спокойствия прежде всего. Помните, что наше физическое здоровье, оно очень зависит от нашего эмоционального состояния. Смотрите поменьше новостей, новости не дадут вам никакой информации, которой вы могли бы здесь и сейчас воспользоваться. То, что вам нужно будет узнать, поверьте мне, вы все равно узнаете. А то, что вам не нужно знать, позволит вам прежде всего ощущать себя спокойнее здесь и сейчас. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok